Вот этот фильм про домик Шкипера на Канарских островах. Вот это мастер-класс, как мы его делали. Видите, вот эта колонна, на которой делается домик. Там внутри находятся скаты из Беларуса, с такого трактора громадного. Вот их обтянули сеткой, обмазали, и получилась такая башня, на которой мы стали делать монтаж. Вот это видно, что вываривается конструкция с профилей. Вот это сразу же снизу начинается лестничка. И вот видно, как такие дома делаются. То есть я их делаю сразу же с нуля. То есть мы их параллельно снизу идем, идем, идем наверх. И одни черновые, видите, уже лестница. Дома нету, а уже лестница готовая. То есть я вижу, как построить весь этот дом. То есть мне не надо его развивать на этапы. Я его делаю как скульптуру. То есть вот мы лестницу делаем, по ней ходим. И потихонечку наверх, наверху, видите, такие профиля. 40 на 40, это труба профильная. Мы варим вот такую конструкцию. Мне попался подсобник Андрюха. Андрюха с западной Украины, или Скорпат. Очень работящий парень, прекрасный пацан. Он приехал со своей девушкой, остался здесь жить на Канарах. И работяга, ну просто нету слов, он сильно помог. Это Канарские острова, Тенерифа, самый большой остров, на котором находится вот этот лагерь Аватар. Здесь два гектара земли, и находятся мини-гостиницы. Вот эту гостиницу финансировал такой предприниматель с Днепропетровска, Вася, олигарх Вася, как я его называю. Ему 60-чем-то лет, но он до сих пор в форме физической хорошей. Он с нами копал фундаменты, варил, всю делал работу. Но если на нее посмотришь, не скажешь, что это человек, который финансировал эту стройку. То есть, ну, очень приятно об этом вспомнить. Он полностью нам нарисовал красивую жизнь на Канарах. И у нас и питание, и проживание, прилеты были. И вот этот он у нас дал много материала, с которого мы могли строить. Это цемент, профиль, арматура. То есть система работала как часы. Вот видите, вот так вот домик варится по кругу, конструкция. У меня был Андрюха на сварке. До этого он вообще не варил. Я его научил варить сваркой. И он стал варить, потому что больше некому было варить. Мы с ним варили каркасы. Рядом была еще бригада, которая сразу за нами шла, начерно сетку натягивала. Там есть фильм, это раньше здесь примыкала конюшня. Были кони, но кони что-то на них накатались, и они куда-то ушли в горы. А конюшня осталась, и мы теперь с нее делаем гостиницу для людей. И вот это мы делаем вип-номер, это домик Шкипера называется. То есть типа какой-то пират, который раньше наворовал деньги где-то там на Карибских островах. И пришел на Канарах, построил себе домик, и на пенсию хочет жить на Канарах. Будем говорить, вот это вот такая задумка была. Ну, думаю, домик он будет сдавать для всех желающих. Вот смотрите, вот так вот бедонамешалка работает. У меня в бригаде были украинцы, русские, с Прибалтики пацаны. И даже был один англичанин, который кушать нечего, он попросился к нам на стройку. Ну, тоже пацан дисциплинированный, вообще нету, не было претензий ни к англичанам, ни к прибалтам, ни к украинцам, ни к русским. Очень хорошая бригада, и очень приятельские отношения сохранились. Вот у нас парень с Прибалтики, и Брис, и Грис, я что-то забыл его как звать уже. Но он еще и музыкант, к тому же пел, и он по вечерам даже потом играл на гитаре, и ему кидали деньги. И он, ну, короче, он каждый день приходил на работу, еще до ночи где-то пел песни. То есть вот так здесь, а на островах, кто как может приспосаблиться, выживает. Андрюха приехал, вообще с Украины переехал сюда жить. И вот каждый пытается как-то приспособиться, найти работу. И, ну, работу как жизнь, ну, требует постоянной работы. То есть, ну, жизнь дорогая, но зато нету холода. То есть у нас на Канарах тепло, это юг канарских Тенерифе. Вот, видите, смотрите, облачность, постоянно облака ударяет в горы. И вот так идет пресная вода, потом попадает на сосны, и отсюда сбрасывается потом в землю по иголкам. И пресная вода попадает, будем говорить, под землю. А потом по специальным акведукам, короче, такие есть озера, собирается вода и делается капельное полив. То есть очень все грамотно сделано. То есть пресной воды хватает, и рыба есть на этих островах, в смысле на этих озерах, которые можно ловить, она пресноводная. Вот, видите, вот так обваривается потихонечку на ваших глазах, видно. Уже домик приобретает вид. Вот уже, смотрите, уже пенопластом стены обшивается. Потом дорожная сетка такая, есть 4 миллиметра. Она пристреливается к стенам, привязывается. Там есть технологии специальные, как этот пенопласт делается, оно повязывается. И потом штукатурится. Вот сейчас вы видите, потихоньку на глазах обрастает вот это все домик. То есть очень быстро, на этом острове мы были, вот этот, мне было 60 дней, за 60 дней я построил этот домик, и рядом мы выстроили именно мини-хостел, там 10 или сколько номеров, я уже не считал. Вот это дерево сделали, такую арку. Вот если вы сбоку видите, то есть вот эту конюшню превратили в гостиницу. Кони там недолго, правда, пожили, там ну или год, или два, на них стали кататься туристы, и они думают, ну и нафиг, и пошли там пастись в горы, или куда они делись, или я не знаю, мы же их съели, туристы. Ну вот коней нету, а конюшня осталась. Ну вот мы решили его превратить в такой мини-хостел. То есть каждая комнатка вот этого гостиницы, она рассчитана на туалет и кухню есть, и спаленка. То есть это великолепно, там холодильники, можно питаться самому за свой счет, то есть это гораздо дешевле, чем питаться в ресторане. Вот это вы видите, так выглядит домик шкипера, вот наверху, вот такие это по лестнице мы заходим сюда, видите, вот так я крышу выварил с профилей. То есть вот это технологии, такие профильные технологии, я не знаю, как их правильно по науке называться, но мы называем такая гоблинская штукатурка, или гоблинские дома, или вот такие мы заборы делаем по таким технологиям. Это уже там технологии имеют 30-летний опыт, ну лично мой. Вот буквально это мы там за 10-20 дней вот это вылепили это здание, и потихонечку пытаемся делать отделочную работу. Вот так, если посмотрите, вы видите океан, и вдалеке там есть, находится остров прямо напротив, он называется Лагомерос, а туда дальше Ла Пальмос, но Лагомерос при хорошей погоде видать его. Ну если там у меня правильное произношение, испанское. То есть очень красивые острова, я на всех их них был, то есть вот туда океан, здесь километров 5, наверное, мы часто купаться ездили. Вот так выглядит стенка, а там, видите, накрыто, там тоже будут такие домики, вот это все 100 метров, там выйдет 600 квадратных метров, тоже мини-гостиница выйдет, ну или так планируется. Там уже начали постройки, то есть это все будет недорогое такое жилье, то есть можно вот эти туристы, молодежь, можно прижить там, приехать потусить на этом мини-хостеле. То есть, ну, относительно здесь недорого, и опять русскоязычная диаспора, то есть нету проблем с русским языком. То есть у меня лично не было. Вот так мы, видите, варим вот эти деревья, такая-то как бы проход туда на гостиницу в виде такого упавшего дерева, там и грибок будет, и потом по таким дворикам все это разбито. Видите, уже какая-то покраска там или что там, вот так выглядит лестница на второй этаж туда. И потом крышу с USB забивали, мне кажется, потом делали гидрозаляцию, вроде бы крыша бетона. То есть я до конца не успел этот домик сделать, и из Кривого Рога приехала сильная бригада художников, они заканчивали работу уже без меня. Ну, у меня был, я в январе поехал на работу, но с января, там и два месяца отработали, январь, февраль, а в марту, у меня был уже заказ марта-апрель, мне надо было в Мурманске делать парк. Вот такой, будем говорить, с экватора я попал в Заполярь. То есть вот такой у меня был сезон, очень такой сложный, ну как сложный, ну классно, и, то есть мозгами не понять. То есть вот 4000 километров дорог я проехал по России, то есть увидел всю Россию, и вот этот вот, а сюда на самолете мы летали. Самое интересное, что мы делали, это бег, а цемент был с России, русский цемент, это уникально. Не знаю, как это, сюда русский цемент на барше привезли, и почему нету там испанского цемента, то есть это, ну, парадокс. Ну, так строительство было, я уже не помню, сколько вот у нас, человек 5-6 бригада была, вот я сварщик, и, наверное, человека 4, ну, пацаны молодые, до 30 лет, один вообще 18-17 лет, ну, как Стас у меня постоянный работник, то есть когда я приезжаю, вот это те, кто у меня на первом этапе со мной работали, они с удовольствием приезжают, со мной работают, то есть корни, ну, свои поддерживают, то есть земляки, то есть когда я приезжаю, то все русские, кто меня знал, обычно приезжают, здороваются со мной, и, ну, поддерживают отношения со своими земляками. Ну, видите, проход получается на две стороны, и вправо, и влево, потом эту территорию немножко отгородят, вот сзади, если присмотреться, это вы увидите, такие столбы стоят, это такая, типа, шаолинь у них, там такие лазилки, бродилки, ну, там вот кто занимается, ну, туризм, по скалам лазить, альпинизм, альпинизм, там такие, есть приспособления, по которым можно будет лазить, то есть, типа, такой спортивный лагерь, там, и футбольное поле, тренажеры, то есть, ну, очень интересное место, которое вот на аватар, лагерь аватар в интернете можно набрать, то есть детский лагерь аватар, то есть держит его, Максим есть такой, Макс и Илона, тоже уникальные люди, которые приехали, будем говорить, с Россией, и путем своего ума, там, трудолюбия, они добились больших результатов, и вот смогли даже вот это, ну, начать строить вот этот лагерь аватар. То есть, благодаря них я приехал, они организовали мне работу, я буду вам показывать много фильмов, это фильм именно по шкиперу, но там есть еще и драконы, скульптуры, то есть, я внутри Китая оформлял, это будут отдельные фильмы по этому лагерю аватар. Вот так вот постепенно мы и варим, и снизу вверх подкидываем вот эту лестницу, и это с крыши, видите, застелили, за место лесов, мы прямо по крыше ходим, это, наверное, была конюшня, которую мы перекрыли, и там номера, ну, вот здесь находятся VIP-номера, в которых там, ну, две комнаты, не только одна, там, типа, спальня, то есть, это вообще полноценное такое жилье, в котором можно проводить время. Вот это вдалеке вы видите именно вот этот спорткомплекс, вот эти бревна, лазилки, по которым там, ну, дети могут заниматься спортом, а вот это я вам показываю, как я делаю ее кору на дерево, декоративная кора, вот так я кидаю, все говорят, ковшом, мастерком, да я не знаю, как можно ковшом, мастерком кидать, вот я кидаю руками, а много там людей там говорят, что они могут ковшом кинуть там, лучше, чем руками, ну, не вопрос, это у каждого своя технология, техника, я вот так вот закидываю, и мастерком сейчас вот это буду делать, кору вот такого дерева, то есть вот эта лестница, она является таким бревном, которое упало с домика, и по этому бревну вырвали ступеньки, и по ним можно ходить, а вот это, видите, подпорные такие, подпорные, опорные части, там фундамент свой, видите, я заглаживаю, вот так вот мастер-класс, как сделать кору, вот так я ее мажу мастерочком, сейчас даю пластику, и теперь сейчас возьму мастерок, и сделаю кору, то есть вот, ну, здесь идет кора, можно, конечно, ее усложнить во много, ну, задачи здесь немножко другие, надо давать объемы, и их никто не заморачивается, какая там кора хорошая, плохая, можно и трещины, и сучки, ну, в данном случае, моя задача сделать как можно быстрее, чтобы это здание было дешево, вот видите, опять вот так вот оно вымазывается, и на ваших глазах, то есть вот это делается, то есть, ну, в день такой коры можно сделать 4-5 квадратных метров, ну, на больших площадях, на маленьких ветках, ну, больше, ну, не сделаешь, а в принципе, вот так, если подготовка, то можно, ну, если подсобники хорошие, то можно делать большой объем. Вот видите, пацаны какие-то леса, столы ставят, потому что, видать, не достают, это я им помогаю спустить столик. Ну, вот так вот так идет работа. Конечно, если у тебя подсобники обучены, вот у меня как сильная бригада, там, Оля взять, Толик взять, то Лена, то есть, это квалифицированные специалисты, и на художке, то могут очень большие объемы делать, а так, получается, и сварка мне, и художка, ну, сложно работать. А обучить, ну, насколько мне обучишь, то есть, ну, надо больше периода. Вот видите, уже обзорчик отсюда. Вот это мне щебенку привезли, опять вы видите, вот эти столбы, на которых тросы натянуты, и по этим столбам люди, дети лазят. Вот это у меня растворный узел. Очень важно сделать растворный узел так, чтобы было удобно на стройке подавать раствор, песок, поднозы, то есть, это очень важная культура работы. Вот это вы видите сбоку, как вот устроены вот это мини-гостиничные номера. Они примыкают к вот этому домику шкипера, и под домиком шкипера будет такая комната, где будет находиться администрация. Ну, я не знаю, там может какие-то записи вести, то есть ты приходишь, там, ну, не знаю, там сторож, но вряд ли здесь есть, но человек, который отвечает за эту гостиницу. Там будет такая комнатка, вот видите, вот эта комнатка, за которой я говорил. Вот это окно, вы видите, у нее вход, вот она примыкает к шкиперу, там туалет будет, нет, туалет, наверное, там сверху, ну, короче, это домик администрация, там, ну, сверху будет выход, ну, там один туалет наверху, с душевой, в доме к шкиперу один, здесь будет такой служебный, ну, сбоку заходишь, там большое помещение, лестницы, там развязка есть. Вот видите, такой мухоморчик мы сделали, который, вот он будет при покраске, и он создаст такой свой интересный, ну, взгляд на эту всю, на весь этот комплекс. То есть, немножечко сказочный, сказочный будет вид передавать, вот это дерево, оригинальное аркой он будет, он как бы ограничивает и показывает вход на этот, на этот комплекс гостиничный. за вот этим домиком находится вот этот депозит, как они его называют, в котором там несколько тысяч тонн пресной воды, и в этом депозите мы ходим на рыбалку. Я снял примерно фильм, как мы там рыбачим, ну, там достаточно много рыбы, правда, ее не кормят, она такая голодная, у нее даже зубы повырастали, она типа на карасей похожа, но, оказывается, это какая-то хищник, я даже не знаю название этой рыбы. Я решил там развести свою рыбу, кое такие есть рыбы, как бы красные карпы, закупили на 300 евро этой рыбы, и, короче, я ее сыпанул в эту воду. Ну, пока рыба летела до воды, ее выскочили такие хищные рыбы, они ее сожрали в течение там 15 секунд. То есть, у нас не получилось ничего развести, но попытка была, я хотел сделать там, развести, чтобы была красивая, вот эта декоративная рыба, красный карп. Ну, проблема в том, что рыбу эту надо ловить на червя или на что-то такое, ну, червей здесь на канарах нету, кузнечики, правда, какие-то там есть, ну, вот, не на чем водить, или там на блесну надо ловить, ну, мы на кукурузу ловили, она не сильно клевала, но она, видать, такая голодная, чтобы она, наверное, жрала все. Вот такие ступеньки, там будет потом фильм по таким ступеньям, как, все спрашивают, как сделать ступеньки, вот, допустим, винтовые в дом, там будет у меня еще один фильм, как вот мы каркасы, именно по ступенькам. мы отсортируем, и я сделаю фильм по таким ступенькам. Вот уже, ведь, внутрянку начисто, сделали такие бревна, а вот это, вы видите, вот так бананы растут, а вот этот водоем, по которым рассказываю, там я уже Китай сделал, вот этот вот спорткомплекс, и видно комплекс Китай, в этом Китае находятся душевые туалеты, именно, и там тоже, мне нет гостиницы, то есть мы назовем ее Китай. Ну вот это вот Стас, бывший программист, вот так ему тяжело, он не захотел на компьютере работать, хотя он великолепный, он даже там чемпион Европы, или серебряный, по каким-то компьютерным играм, были соревнования, ему платили бешеные деньги, но он говорит, деньги мне не надо, хочу работать на стройках, ну на Канарах. Ну говорю, ладно, давай работать на Канарах. Вот это вот Стас, он постоянно у меня, ну очень дисциплинированный, он сам с России, где-то с, ну, в Подмосковье, он из Подмосковья где-то, и служил в армии, в городе Козельске. Самое интересное, что у Козельска у меня тоже есть объект, и вот как бы наша судьба, судьба переплелась аж с Козельска. И аж на Канарах мы встретились, и подружились, вот это он работает, куда-то тягает тачки, потому что, говорит, на кнопки нажимать тяжело, а тачку с раствором носить легко. Ну вот это вот, он уже какой-то там лет пять, наверное, живет на Канарах. А вот это, наверное, Сергей, это он сам с Кривого Рога. Тоже какой-то технолог, ну, что-то ему надоело жить в Кривом Роге, и он решил приехать на Канарах работать на стройке. Ну, так же и я, что-то вот это мне на Украине не получается ничего работать, а на Канарах вот у меня получается работать. Правда, зимой. Все работники великолепны, ничего плохого не могу сказать. Пацаны дисциплинированы. Вот этот капитализм очень быстро приучает людей ценить работу и держаться за работу. То есть вот, ну, тот опыт, который я имею, работы на Украине, будем говорить, в России, то есть, ну, люди не ценят так рабочее место, как, допустим, работники, которые работают на Канарах. Даже никакой имея статус, они там и технолог, и инженер, или там программист, попадая на работу вот, ну, в Европу, там, в Евросоюз, они четко знают, что они на работе и честно работают положенные, положенные свои рабочие деньги. Не надо никого не уговаривать, ну, обучать, конечно, надо, но, ну, проблем, проблем нет. Большая проблема на Канарах это песок. Вот это вижу в мешке, просто, фотография мелкая, это, видать, мне по чистовую привозят такую, есть такие песок, штукатурный песок, он уже готовый, с цементом, которым я, вот видите, вот такой дом он выглядит, покрашенный, а вот это уже, да, уже покраска, но это уже красил не я, приехала бригада с Кривого Рога, да, которая докрашивала работы, я не успел, ну, я успел только поделать, но они и крыши доделали, и даже орлов, скульптуры, есть очень хороший мастер в Кривом Рогу, который эту работу довел до ума, и внутрянку они сделали, и покрасили они, и много именно таких отделочных работ, они, я только успел начать эту работу, то есть, ну, заложить, видите, даже потолок у нее расписанный под небо, так оно выглядит, покрашенное.